всем привет с вами канал артмания и сегодня у нас с вами видео обзор на кофемолку китфорд кт 1329 вот так она выглядит такая коробочка здесь у нас 200 ватт мощность чего-то там еще написано напряжение та-та-та так зонтик как обычно это все на коробочках такая кстати у него коробочка непримечательная самая обыкновенная самая простая кофемолка кстати два в одном кофемолка и измельчитель это здорово корпус нержавеющая сталь две съемные чащи чаши из нержавеющей стали там всякие ножи короче все такое мощность здесь в одну я думаю будет мне достаточно предыдущая моя была кофемолка 250 ватт принципе она была довольно хорошая но потом все таки она сломалась так и давайте откроем на ту кстати у меня тоже есть обзор на канале конечно заставки будет на нее ссылка так вот так она выглядит довольно симпатичная посмотрим книжка и пусто так конечно же давайте первым делом что мы будем с вами смотреть конечно же саму кофемолку то ради чего мы здесь собрались никак не ради книжки многие делают обзоры сначала показывают книжку а потом кофемолку я сделаю наоборот так магазине меня на мне показала стеклянный но нет она пластмассовая звук тупой значит пластмасса кстати она такая прям чисто идеально здесь вот тоже нержавеющая сталь такой ободочек небольшой красивенький классная у нее даже мне кажется можно что-то насыпать положить чашечки очень кстати классно смотрится очень красивые такие да кстати не сказал самое главное купила я ее вам видео за 2190 рублей цену я не сказал там так здесь у нас нержавеющая сталь тут она вертится у нас не за пластмасска мне кажется наверное захочется помыть более тщательно то мне кажется можно зайти болтики раскрутить наверное и разделить нормально помыть но хотя это будет не очень удобно верно мыть ладно тут есть четыре это видимо наверное измельчитель с четырьмя а с двумя наверно кофемолка наверно так я думаю да довольно таки остренькие там внутри написано мах макс 8 4 не знаю короче что это тут тоже 8 4 на 440 миллилитров 4 миллилитра 8 миллилитров так здесь они одинаково выглядят одинакового размера красиво звучит так ладно отошли мы с вами от темы сама кофемолка китфорд тут какие-то ой господи чего-то чего-то здесь написано для слепых кстати очень хорошо так здесь есть разрезик чтобы она стояла ровненько и провод и этот не мешал так сам провод так давайте мы посмотрим по моему мне кажется он наверное около метра да где-то наверное около метра ну нормальная длина мне кажется длиннее особо и не надо так вилка самое обычное кстати очень удобно вот тут вот у нее штучки никогда кстати не замечала что у них такие бывают ну да наверно уже у всех такое бывает тут даже один как будто согнут надеюсь все хорошо будет так внутри она вставляется и закручивается вроде как вот все был щелчок и также обратно так здесь учать составляется эта штука а ну вот и вот этими вот кнопочками нажимается и она включается кстати это не очень хорошо было бы лучше если была отдельная кнопка так было бы удобно так провода съезжает так давайте посмотрим с вами теперь саму книжечку здесь у нас наклейка или даже магнитик даже а другие кстати кто делал обзор говорили что там наклеек я еще думал блин куда же теперь наклеивать но если я куплю а тут даже магнитик супер классно такой кстати он довольно весистый чтобы всегда помнить какую технику надо покупать так и вот здесь у нас содержание если у вас возникнут трудности в использовании техники вы всегда можете позвонить и спросить задать вопрос то что это вообще просто классно что можно позвонить и это даже написано здесь бесплатный номер 8 800 есть вниз сайт или почта или сайт уже как-то делают совсем это все по-другому так давайте поближе покажу номер на всякий случай для тех у кого уже есть эта техника но допустим вы потеряли книжку так здесь у нас содержание есть естественно все здесь рассказывается съемная крыша ой чашечка крышечка моторный блок дробилка это а это измельчитель ну да все правильно я поняла это дробилка а вот это измельчитель измельчитель конечно не больше нужен чтобы измельчать он даже называется коллекционный магнит представляете то есть этот магнитик называется коллекционный наверное если вы купите какую-то наверное другую продукцию да то есть вещь да вот это вот бренда то там будет другой магнитик классно то есть это довольно интересно кто обожает такие всякие магнитики для него это огромный огромный плюс здесь в батюшки батюшки смотрите что из них подложили фото конкурс instagram 10 призов лучшей фотографии какая-то даже соковыжималка китворд она кстати такая смотрите компактная такая классная хорошая и как наши там соковыжималки которые занимают половину шкафа весы робот-пылесос кстати о робот-пылесосе я давно уже мечтаю но пока не могу определиться это призы видимо 5 10 5 10 место тут первое место 2 4 то есть повисит и так у нас средненькая робот-пылесос у нас уже на первом месте выложить в инстаграм так ладно это я потом разберусь а youtube золотая кнопочка сними обзор техники китворд и получи крутой подарок как раз что я сейчас и делаю снимаю обзор и тут мне такое вот вдруг выдает блин это круто класс такой штуки кстати я тоже уже давно мечтаю но пока у меня есть хлебопечка и пока она перемешивает хорошо тесто ко мне нормально так здесь тоже нужно будет посмотреть какая-то вот штука непонятная похоже на чайник и в то же время на какое-то приспособление непонятное сколько рекламки смотрите нам такая классная твой подарок а теперь весы можно уже кстати начинать пользоваться представляете когда они там лет через сто появятся такие вот бумажечки какие-нибудь будет написано весы так что-нибудь ставите они хоп вам взвешивают становится все тоньше и тоньше и уже телефоны начинают загинаться у нас или может это подкладывают что это подарок но так здесь у нас эта коллекция магнит а я думаю еще какая же там коллекция какие же остальные а тут даже вот они они подписаны так у меня просто привет а вот мой третий тут есть еще другие классно так и здесь гарантийный талон я еще кстати подумала где гарантийный талон почему мне ничего не сказали там нет он есть слава богу так уход и хранение то есть а кстати все на русском написано устранение неполадок если что-то какие-то проблемы будут все тут плохо закрывается крышка если у вас вы читаете что надо делать это супер это просто классно честно говоря даже не ожидала никогда не читала инструкцию так просто проглядывала у других там некоторых там даже нет ничего такого а тут прям вообще просто классно меры предосторожности все по номерам глянцевая бумага очень приятная на ощупь красивая здесь какая еще есть техника духовка такая смотреть классная мощность 1650 ватт кстати у меня была подобная духовка только другого бренда они реально классно кушает она очень хорошо и на но она действительно классно я пекла мне и хлеб она очень получалось в принципе кстати электрические духовки не очень классные мне прямо они очень очень нравится они хорошо у них очень запекается все супер чем газовый газовый надо долго ждать так здесь что у нас тут мы уже не будем смотреть что у нас всегда что-то новенькое вот такая с вами была книжечка и честно говоря я даже не ожидала что он найдут там в этой книжечке столько листовок честно я даже не ожидал не то что здесь будет магнитик такой он весистый по всей видимости он ну реально качественный то есть если взять какой-то другой например вот у меня из сочи ну по размеру они предпочтели так это даже немножечко побольше то есть он вообще прям легкий а вот тут хорошие ну тут и гнется здесь плохо гнется значит хорошие по качеству вот такой у нас с вами обзор так сейчас мы с вами я ее сейчас ополосну помоем и мы с вами попробуем и включим так я его уже ополоснула знаете еще очень классно то что есть две чашечки то есть вы можете одно сначала измельчить потом что-то другое или допустим вам надо очень быстро что-то измельчить и вы можете в одной потом и и в другой измельчить и как бы это получится побыстрее чем пока высыпали пока засыпали а тут сразу двух так на измельчитель мы с вами берем вставляем и закручиваем то есть вот он он на месте так что мы с вами будем измельчать конечно я очень люблю орешки но к сожалению мои зубы не любит их поэтому я буду измельчать вот такие вот орешки они очень вкусные это арахис сверху чем-то полит и к нему прилип кунжут молотим всего лишь 20 секунд потому что он может нагреться и сгореть вся причина того что он сгорает у вас то что вы там долго молотите пока он у вас там весь не перемолотится то есть в этом есть вся причина отсчитываем 1 2 3 4 5 6 там 20 останавливаемся отдаем отдыхать я помню когда я на том той кофемолке пример перемалывала полбух я ее перемалывал целый килограмм наверное дня три-четыре по чуть-чуть отдохнула еще из розетки вытаскивала отдохнула потрогаю прохладенько стало дальше опять 20 секунд отдохнула опять 20 секунд то есть вот так вот частями так включил я ее в розетку и для того чтобы она заработала нужно просто сверху ее нажать поехали пробуем здесь кстати окошечко очень классно хотя она сейчас на это запачкается блин там все готово прикиньте все то есть я досчитала где-то до секунд 15 наверное и она уже готова класс и такой аромат пошел орешков я думал я сейчас буду в несколько ходов потому что на той своей кофемолке у меня было 250 ватт и я где-то такие орешки перемалывал наверное в две-три ходки она отдыхала потом я ждала какое-то время потом снова а тут смотрите кстати я добавила очень мало орешков а их получилось довольно много и довольно такая рассыпчатая масса получилась пахнет обалденно берем тарелочку с вами аромат стоит просто бесподобный просто обалденный смотрите тут довольно все хорошо прям перемололось на вид то есть у той кофемолки у нее в основном орешки вот так вот были по бокам и немножко посередине те что были по бокам у нее были перемолоты в муку практически а посерединке вот примерно такие что тут прям вообще смотрите прям классно давайте пересыпем ну в принципе тут тоже вот оно все осталось есть есть вот и довольно кстати здесь она выглядит довольно хорошо ее можно спокойно взять спокойно помыть замочить помыть под большой струей например и не боясь что вода протекет допустим в основной корпус и его затопит как у меня было с прошлой кофемолкой когда я ее решила все таки помыть у прошлой кофемолки перестала двигаться вот этот вот вертель неожиданно то есть там что-то случилось тут вот тоже вертится ладно я думаю что кофе здесь тоже можно перемалывать и он довольно мне кажется перемолит ее довольно хорошо здесь единая масса получилась немножечко вот есть какой-то кусочек который не промололся ну в принципе опять же скажу я перемалывала здесь всего 15 секунд то есть за 15 секунд смотрите уже просто супер получилось и честно говоря мне этот эффект просто радует что не надо долго ждать подолгу вот это все перемалывать а также наверное скорее всего выйдет отдельный еще ролик что можно перемолоть в этой кофемолке также мы посмотрим каждый продукт насколько долго перемалывается но быстро не обещаю что выйдет этот ролик где-то постепенно то есть предыдущий ролик у меня на кофемолку я его собирала такой ролик очень долго несколько месяцев по чуть-чуть я перемалывала вот здесь тоже будет наверное несколько месяцев потому что у меня уже в принципе все перемолото есть все специи и все такое но тоже где-то вот так вот будет но ролик обязательно выйдет не знаю через какое время появится если у меня кофе в зернах мы с вами обязательно его тоже перемолим но к сожалению у меня его нету вот но орешки меня очень сильно порадуют даже блин ну вспомните просто я положила совсем чуть-чуть орешков а как прям получилось целая тарелка то есть в ту кофемолку я клала много орехов и получалось много здесь положила мало получилось много это супер мне нравится эффект ладно вот такой у нас с вами был обзор за эти деньги мне кажется она просто шикарная вещь просто классно хотя честно говоря в видео мне сказали что это не самый лучший не самый лучший кофемолка что есть еще и лучше ну наверное есть если взять еще совсем дороже то да может быть есть но я честно говоря очень рада даже этой кофемолке и 2000 рублей мне кажется это не настолько много честно для меня лучше переплатить один раз и на всю жизнь потому что как было столько кофемолка я купила дешево за 800 рублей всего лишь ее и вот переплачиваю снова но на тот момент когда я ее выбирала по-моему вот этой не было или может она была я не заметила ее может отзывов не было честно говоря не знаю мне она очень понравилась и мне нравится само название вот этот вот китфорд что-то вроде как животное кит и форт что-то такое прям это не знаю вот реально это что-то такое новое что-то необычное и мне хочется еще какую-то технику этого бренда у себя иметь вот посмотрим может быть я еще что-то такое куплю наверняка мне что-нибудь такое еще понадобится но я очень очень просто безумно рада этой кофемолке и блин она просто классная мне она очень понравилась я надеюсь то что вам понравился мой обзор на нее я очень старалась для вас показать все возможное ее показать со всех углов какая она вот это кстати очень увесистый не помню я говорила он весь такой вот одинаковый вот то есть другие обзоры я смотрела они все-таки немножко другие вот у меня какие-то они более доскональные я их называю вот на сегодня это все смотрите мои другие ролики мои обзоры обзоры на кольцевую лампу обзоры на видеокамеры видеокамеры Canon Sony на Sony вот сейчас я снимаю очень ее обожаю вот обзоры на продукты у меня есть да да у меня есть продукты обзоры обязательно посмотрите отдельный плейлист есть очень интересно делаются они для вас чтобы вы лишний раз не переплачивали деньги за какую-то фигню а сначала посмотрели стоит покупать или нет а потом уже подумали вот все лучшее для вас а также есть влоги как мы с сыночком живем путешествуем отдыхаем занимаемся развиваемся моему сыночку 3 годика также живопись фоны короче там куча-куча всего интересного на моем канале обязательно посмотрите обязательно подписывайтесь с колокольчиком чтобы не пропустить что-то новое которое уже выйдет завтра у нас ролики выходят каждый день обязательно ставьте лайки 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 и пишите комментарии мне будет приятно если вы напишите какой-нибудь хороший комментарий и всем пока-пока с вами был канал артмания смотрите вот все в описании